Девушки отдыхают А сейчас светит солнышко! А вы представьте, что солнце – это луна! Хорошо! Педро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да! Вы будете моими напарниками! Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями! Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет! Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Вокруг нас Дикий Запад! А что это? Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои! А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы! Тосты с фасолью! Угощайтесь! Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью! Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите? Я спою песню ковбоя! А ты что, даже петь по-ковбойски можешь? Да! Я сам ее сочинил! И вот как она звучит! Храбрый ковбой обожает фасоль и песню свою вам поет! Про бобы, про стручки и про жизнь мою! Про бобы, про стручки и про жизнь мою! А что-то не хочется! Джордж еще маленький, я не пущу его одного! О-о-о! Ну что ж! Скорее бы отмучиться! О! У нас это быстро! Кажется, Джордж передумал! Милый Джордж, иди к маме! Может, я тоже выйду? Поехали! Пока, папа-свин! Кажется, остановились! Как хорошо, что все уже закончилось! О-о-о! Дети, выходим! Правда, было очень весело, папа! Ага, я бы сказал, еще как! Мама, что это такое? Обойди вокруг и просунь голову в это отверстие! Какая я теперь? Ха-ха-ха-ха! Тюзи! Ты у нас помидорка! Ух ты! А я морковка! О, да! А я маленькая тыковка! Ха-ха-ха! Добро пожаловать в парк динозавров! О-о-о! Поздоровайтесь с нашими доисторическими друзьями! Только не нужно бояться! Они же не настоящие! Именно так они выглядели, когда очень-очень давно были соседями на нашей планете! Ерунда! Что? Трицератопсы жили в меловом периоде, а стегозавры в юрском! И поэтому они никак не могли быть соседями! А откуда ты это знаешь? Я очень умный слоненок! Дети! Кто хочет покататься на динозавре? Мы! Мы! А зачем в картофельном городе живут динозавры? Ээээ... Ну потому что динозавры ели картошку? Нет! Даже самые маленькие обожают динозавров! Динозавры! Динозавры! Здорово! Динозавры! Пеппа и ее семья провели прекрасный день в горах! Пора ехать домой! Все в машину! Спасибо, что посетили наши горные красоты! До скорой встречи! Ключ! Ключ! Нет, Джордж! Нельзя играть с ключами от машины! Ты можешь их потерять! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты играешь с ключами от машины, папа! Я взрослый! Я их не потеряю! Ну вот! Папа-свин уронил ключи от машины в водосток! Ой! Все! Поехали домой! Эээ... Это будет трудновато! Почему? Потому что папа уронил ключи в водосток! О! Папа-свин! Не волнуйся! Я достану оттуда ключи палкой! Ура! Колодец глубже, чем я думал! Палка не достает до ключей! В таком случае нам нужна удочка! Тогда мы поймаем ключи на крючок! Может, мисс Кролик продает удочки? Эээ... Вы продаете удочки? Вообще-то да! Не знаю, зачем! В горах ведь не водится рыба! Мы будем ловить не рыбу, а ключи! Папа уронил ключи от машины в колодец! Тогда вы их не достанете! Колодец очень глубокий! А для чего нужны колодцы? Водосток выводит дождевую воду в море! И леска не достает до ключей! Ну и ну! Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень! Хорошая мысль, мисс Кролик! А мы будем считать, пока камень не долетит до дна! Один! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Это почта! Это мистер Зебра, почтальон! Здравствуйте, мамаша! Вам пришла открытка! Спасибо, мистер Зебра! До свидания! От кого открытка, мама? От капитана пса! Папа! Он закончил кругосветное плавание и едет домой! Как замечательно! Интересно, когда он приедет? Приветствую, мистер Зебра! Здравствуйте, капитан пёс! Привет! Папа! Дэнни! Папа! Дэнни! Папа! Капитан пёс вернулся домой с моря! Мой капитан пёс! Мама пёс! Моя дорогая! Ты надолго приехал, папа! Навсегда! Я решил, что мои путешествия окончены! Я пошёл вокруг света и сделал себе состояние! У-у-у! И потерял его снова! У-у-у! И снова сделал! Ура! Я люблю путешествовать, но мне кое-чего не хватает, когда я вдали! Чего, папа? Моих дорогих, конечно! Я навсегда вешаю свою капитанскую фуражку! Я расскажу вам о своих путешествиях! Я странствовал год и один день! Обогнул земной шар! Совсем обогнул? Да! А что вы делали внизу? Ты не упал? Нет! Я крепко держался! Ой, какое приключение! Это верно! И я привёз вам всем подарки! У-у-у! А вот и мистер Бык и его коллеги! Мистер Бык будет строить наш новый дом! Значит, ты тут совсем ни при чём? Я сделал самую трудную работу! Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям! Привет, мистер Свин! Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом! Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше! Мистеру Свину нужен дом! Строить будем из соломы? Или из палочек? Или, может, из кирпичей? Из кирпичей, любезнейший! Молодец, папа! Только про качели не забудьте! Не волнуйся, Пеппа! Построим! Я могу вам помочь? Джордж тоже рвётся помогать! Так, Джордж! Клади-ка сюда вот этот раствор! Держи! Словно грязь хлюпает, правда? Цемент, Пеппа, это особый вид грязи, который скрепляет кирпичи вместе! Пеппа, хочешь заложить свой первый кирпич? С удовольствием! Молодец! Дальше я сам сделаю! Кирпичи нужно класть ровно в одну линию! Ряд за рядом! Но так можно класть до бесконечности! Точно! А вы закончите сегодня? Нет, что ты! Дом нужно строить долго, целый день! Значит, завтра закончим! Хорошо, до завтра, мистер Бык! Пока-пока! Пока! Джордж сделал из липкой грязи горку! Я положила свой первый кирпич! Брррр! Это все просто замечательно! Но детям давно пора закрыть глазки и спать! Сегодня к нам придет особенный гость, который будет учить вас играть в баскетбол! Здравствуйте! Папа! Прозюжа, пора идти по домам! К нам сегодня должен прийти какой-то особенный тренер! Это же я! Я есть тренер! Баскетбольный наставник называется тренером! Молодец, папочка! Пепа, называй меня тренером! Хорошо, папа тренер! Кто-нибудь из вас умеет играть в баскетбол? Нет! Это же прекрасно! Нужно уметь бегать, передавать мяч и забрасывать его в кольцо! Да! Осторожненько! Ой! Это не так просто, как кажется! Чтобы играть в баскетбол, нужно много тренироваться и быть подтянутым! Папа тренер, а вы подтянуты? Да! Я просто супер подтянут! Но, папа тренер, у тебя же огромный живот! Это не живот, а комок мышц! Сначала мы будем учиться передавать мяч отсюда... Вот сюда! Да это же просто! Нет, Дэнни! Ногами бить нельзя! Это тебе не футбол! Щенок Дэнни любит футбол! В баскетболе броски осуществляют передними лапами! Смотрите! Кто хочет попробовать? Я! Я! Овечка Сьюзи ведет баскетбольный мяч очень осторожно! Достаточно, Сьюзи! А теперь попробует каждый! Все дети учатся вести баскетбольный мяч! Теперь мы будем учиться перехватывать мяч! А что это такое? Перехватывать значит отнимать мяч у другого игрока! Смотрите! Постарайся отнять у меня мяч, Джордж! Джордж освоил этот спортивный прием! Чудесный день! Можно ничего не делать! Папа-свин обожает ничего не делать! Что может быть лучше? Знаю! Чашечка чая! Дедушка-свин приехал навестить Пеппу и Джорджа! Дедушка-свин! Деда-свин! Здравствуйте, Пеппа и Джордж! Сегодня мы разобьем с вами ваш собственный садик! У-у-у! Садик для Джорджа и для меня! Каждому из вас я привез по пакетику с цветочными семенами! Так, нам нужно местечко на солнышке, куда мы высадим семена! Вот так! Дедушка-свин копает землю для цветника Пеппы и Джорджа! О-у-у! А-а-а! Вот и чай подоспел! Спасибо тебе, Папа-свин! Э-э-э... Что происходит? У нас будет свой цветник! Разве нам нужен цветник? Да! Но именно здесь я всегда сижу в кресле! Есть вещи куда важнее твоих ненужных кресел, Папа-свин! Я всегда читаю здесь свою газету! Есть вещи куда важнее каких-то ненужных газет, Папа-свин! Да! Цветы, например! Смотри, папочка! У Пеппы так много цветочных семян, а у Джорджа только одно семечко! О-о-о! Но зато какое большое! Ты не мог бы принести нам водички, Папа-свин? Хм... Конечно! Без воды семена не смогут расти! Они очень любят пить! На грядку прилетели любопытные птички! Не разрешай птицам клевать семена, Пеппа! Кыш! Фу! Летите прочь, птички! Вот водичка! Папа распугал всех птичек! Хо-хо! Папа-свин так похож на пугало! Ха-хо-хо! 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 Пеппа! Джордж! Пора купаться! Пеппа, Джордж и Ребекка играют в игру под названием собачка! Лови, Пеппа! Лови, Ребекка! Джордж ловит мячик! Ха-хо-хо! О! Джордж, кажется, пытается поймать тень от мячика! Глупый Джордж! Это же не мячик! А всего лишь его тень! Смотри! Мячик скачет, и тень от него тоже скачет! У тебя, кстати, тоже есть тень, Джордж! Джордж пытается уйти от собственной тени! Никто из нас не может уйти от своей тени! Почему бы не попробовать от нее сбежать? Пеппа пытается убежать от своей тени! О! Она еще здесь! Привет, друзья! Привет, Сьюзи! Мы тут пытаемся убежать от наших теней! Никто из нас не может убежать от своей тени! О! Хотя можно попробовать на самокате! Фи-и-и! Сьюзи пытается уехать от своей тени на самокате! Видели? Но тень-то все равно здесь! О! Всем здравствуйте! На площадку пришел мистер Слон вместе с Эмили и Эдмондом! Здравствуйте! Мы тут бегаем от своих теней! Сбежать от своей тени невозможно! Я знаю! Мы просто очень плохо бегаем! Нет, Сьюзи! Дело совсем не в том, хорошо ли ты бегаешь! Видите? Моя тень так и осталась рядом со мной! А если бежать быстрее? Даже если бежать еще быстрее, моя тень от меня не отстанет! Папочка, твоя тень просто огромная! Она тебя задерживает! Это не так, Эмили! Твоя тень всегда остается с тобой! А почему? Любой предмет, встающий на пути у Солнца, отбрасывает тень! Смотрите! О! Мы будем отмечать День разных стран мира! Ура! Пеппе представляет Францию! Я Франция! Джордж представляет Россию! Ха-ха-ха! Педро – мистер Америка! Ихо! Зои – у нас Япония! Да ничего! Сьюзи представляет Голландию! Хало! Так по-голландски добро пожаловать! Мадам Газель, а что должны делать переодетые страны мира? Петь гимн о мире и дружбе, разумеется! Ура! Я люблю пять гимн! И я! Надеюсь, все помнят слова? Да, мадам Газель! Мир согласия на земле! Мир согласия на земле! Мир согласия на земле! Мир согласия! Замечательно! Очень скоро мы исполним этот гимн для ваших уважаемых родителей! А пока можно и поиграть! Поиграйте, дети! Только не ссорьтесь! Все страны мирно играют на площадке! Англии нравится кататься на горке! Франция и Швейцария качаются на качелях! Германия прыгает в классики! Один, два, три! Америка, Россия, Испания и Греция сидят в песочнице! Я построю огромный замок из песка! Еха! Ну вот подходят Голландия и Япония! Теперь наша очередь играть в песке! Почему это? Потому что ваше время давно закончилось! Идите куда-нибудь, хоть на горку! Но мы хотим играть здесь! Вот это твоя часть! А вот это моя! Понятно? Не заходи за эту невидимую линию! Почта! Здравствуйте, мистер Зебра! Здравствуйте, папа-свин! У меня для вас письма и телеграммы! А нет ли у вас чего-нибудь для нас, Джорджи? Боюсь, что нет! Здесь все только для мамы и для меня! Оу! Тут еще посылка осталась! Вероятно, мне прислали сухую цементную смесь! Смотрите, сколько на нем разных марок! Эта посылка до вас долго летела! Ладно! Прощайте! До свидания! О! Здесь написано отдать лично Пеппе и Джорджу! Ух ты! Представляешь, мама, нам с Джорджем пришла посылка! Здесь и письмо есть! Дорогие Пеппе и Джордж, высылаю вам подарок один на двоих! С любовью, ваша тетушка Дотти! Тетушка Дотти живет далеко отсюда, в другой стране! Оу! А что там за подарок? Это, кажется, колеса! Машина! Это не машина, Джордж! У нее есть ножки! Это столик! А еще у нее хвостик! О! У столиков не бывает хвостов! Тут еще и ручка какая-то! Что же это может быть? Там еще что-то есть! Это же игрушечная лошадь! Я назову ее... Сверкай копытцем! Лошадка! Сверкай копытцем! Лошадка! Сверкай копытцем! Лошадка! Учтите, дети, тетушка Дотти прислала подарок вам обоим! Нужно уметь делиться! Порой это очень забавно! Можно я первая поиграю со сверкай копытцем? Пусть первым поиграет Джордж! Он все-таки младше! Лошадка! Лошадка! Джорджу нравится играть с лошадкой! Джордж! Ее зовут Сверкай копытцем! Не путай! Теперь очередь Пеппе! Папа-свин читает Пеппе и Джорджу сказку на ночь! Итак, принц, принцесса, попугайчик и лягушка жили долго и счастливо! Конец! Вечерняя сказка усыпила Пеппу и Джорджа! Спокойной ночи, мои поросятки! Джордж не спит! Динозавр! Джордж! Какой непослушный! Засыпай давай! Джордж не хочет спать! Джордж! Ночь для сна, а не для игр! Иди-ка спать! Я расскажу тебе сказку на ночь! Жил-был маленький поросенок! Его звали поросенок Джорджи! И он отправился на поиски счастья! Скоро он пришел к лесу! Тебе нравится сказка, Джордж? В лесу был маленький домик! А в домике стояла миска с кашей! Поросенок Джорджи был очень голоден! И он съел всю кашу! Ням-ням-ням! И когда он все съел, пришел медвежонок! И сказал Ой, ты съел мою волшебную кашу! Джорджи сказал Да! Медвежонок сказал Это была волшебная каша! Она сделает тебя очень большим! И поросенок Джорджи начал расти! Он рос, рос и рос! И стал выше всех деревьев в лесу! Целый день! Мисс Кролик везет взрослых на работу на своем большом поезде! Доброе утро, дедушка-свин! Вы снова на своем игрушечном поезде? Гертруда не игрушка! Это миниатюрный локомотив! О, это мило! Пока! Едем быстрее, дедушка-свин! Не могу! Гертруда быстрее ездить не может! Большой поезд едет очень быстро! Ну вот, большой поезд сломался! Что случилось? Нам нужно на работу! Здравствуйте, мисс Кролик! У вас проблемы с поездом? Это не смешно, дедушка-свин! Всем моим пассажирам нужно на работу! Найди себе поезд, который не ломается, как Гертруда! Хорошая идея! Вылезайте! Что? Я беру взаймы ваш поезд! Пересадка! А мне что делать? Можете остаться здесь и чинить большой поезд! Отлично! Я люблю все чинить! Как весело! Ехать на игрушечном поезде! Гертруда не игрушка! Это миниатюрный локомотив! Конечно! Все на игрушечный поезд! А он не может ехать быстрее! Нет! Гертруда – медленный поезд! Миссис Корова ждет поезда на следующей станции! О! Что случилось с большим поездом? Он уменьшился? Нет! Это игрушечный поезд! Гертруда – не игрушечный поезд! Это миниатюрный локомотив! Мне не нравятся дождливые дни! А я люблю дождь! Ведь после бывает грязь, в которой можно прыгать! А может, мы попрыгаем прямо сейчас? Пеппа, придется подождать, пока не закончится дождик! А когда он закончится? Узнаем, что обещает прогноз погоды! Говорит гидрометеоцентр! Дождик будет лить весь день! О! А давайте поиграем в игру пасмурной погоды! А разве в нее играют дети? Я вам покажу! Если взять вот эту уточку для купания и спрятать на самом видном месте, смогли бы вы ее найти? Папа! Если место видно, значит и уточку мы увидим! Проверим! Я положу уточку вот сюда! Так! И вы мне скажете, где она? Здесь! Молодец! И это слишком просто, папа! Я бы не стал так говорить, Пеппа! Ну, кто хочет быть первым? Раз эта игра такая простая, пусть лучше Джордж начнет! Хорошо, ждите меня здесь! Папа-свин прячет резиновую уточку, а Джордж постарается ее найти! Я спрятал ее у вас в детской! Джордж начинает искать уточку для купания! Но найти ее оказывается не так просто! Джордж! Ты ее видишь! Посмотри очень внимательно! Джордж смотрит очень внимательно! Он хочет найти уточку! Теплее? Хорошо! Холодно? Опять тепло? Джордж нашел резиновую уточку! Ура! Я ее сразу заметила! Ерунда какая-то, а не игра! Хорошо! Пеппа водит! Только на этот раз прятать буду я! Мама-свинья прячет игрушку так, чтобы Пеппа непременно ее нашла! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...